Он только успевает лакомиться и позировать на фотографиях. Как паломники, казанцы и туристы идут увидеть и скорее покормить лебедя-санитара. Теперь это обязательная остановка и маршрути экскурсоводов. Птица стала одним из символов Казани. Именно это видео принесло лебедю всемирную популярность. Соцсети, телеканалы и даже инстаграм американской телеведущей сделали из лебедя-санитара-селебрити. Казанцы до сих пор гадают, что заставило птицу начать генеральную уборку на озере. Потому что ему не хотелось жить в грязи. Что его могло сейчас подвигнуть? Наверное, так. Почему человек все так загрязнил? Вот в этом вопрос, конечно. Что лебедям потом за нами убирать приходится. Вытаскивал пакеты, эти полиэтиленовые бутылочки на берег. Собственный дом в центре столицы на берегу Казанки. Его хозяин, известный уже во всей России, вон тот лебедь. Год назад именно он, видимо, устав от бесконечного мусора, начал очистку водоема самостоятельно. Свой особняк у театра Камала для людей фантастика, для лебедя реальность. Его распоряжение теперь целая вилла. Никаких проверок Росприроднадзора за строительство в прибрежной зоне и счетов за ЖКХ. На завтрак, обед и ужин, шведский стол. Круглый год здесь вечеринки с утками и голубями. Временно к лебедю примкнули и строители. Обустраивают набережную, чтобы было еще прекраснее. Став для людей примером, теперь он практически ни в чем не нуждается. Марс Камедулин с дочкой гостят у него каждые выходные. И уже знают, чем звезда любит лакомиться. Хлеб он особенно не ест, зерновые особенно не ест. Он ест зеленую, свежую траву. То есть, если вот здесь на газоник ощипать или принести, или ветки, или листья. То есть, он более вот такой вот травкой кушает. В этом году лебедь вновь стал главным санитаром республики и символом эко-весны. И кто знает, может в будущем Нижний Кабан получит второе название. Например, Лебединое озеро. Ведь именно благодаря птице люди стали чуточку внимательнее к природе вокруг. Слава. Ухмадуллин Марацайт Гараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова